Привет, подписота! Многие из вас знают, что я иногда читаю откровенно плохие книги, чтобы понять, почему именно они плохие, и чтобы самому научиться лучше писать. Потому что, например, вряд ли кто-то скажет, что позывной «Колорад» хорошая книга. Но при этом издательство купило ее, напечатало и продает. То есть или со мной, или с этим миром что-то не так. Сегодняшнюю книгу я заказал на Озоне прямо в ту же секунду, как ее увидел, потому что она называется «Спецназ. Батюшка. Возвращение. Кулак и крест». Сразу дисклеймер, потому что сейчас это нужно делать. Я абсолютно уважительно отношусь к верующим и к священнослужителям. И, например, если в поезде будет два свободных места, и нужно будет ехать либо рядом с Дмитрием Лариным, либо с батюшкой, я поеду с батюшкой. Так вот, книга «Кулак и крест». Разумеется, мы будем ее судить по обложке. Тут у нас два визуальных образа. Первый – это пистолет и четкий, как бы намек на двойственность натуры главного героя. Он, если вы еще не догадались, спецназовец и батюшка. Куда ни шло, двигаемся дальше. Основная картинка смущает меня гораздо сильнее. Здесь у нас человек с хорошим маникюром и перстнем злодея пробил рукой металлическую стену и пытается через образовавшиеся отверстия вытащить кубок. Похититель не учел, что отверстие гораздо меньше кубка, и сейчас он попался, как обезьяна, которая пытается вытащить лакомство из тыквы. Есть еще вариант, что человек пробил рукой стену и показывает нам кубок. Но это я вообще не знаю, как объяснить. Я чуть было не бросил читать эту книгу, потому что она начиналась очень сносно. Отец Василий, в миру бывший спецназовец Василий Шатунов, служит в маленьком волжском усть-кудеяре и только изредка вспоминает, как гнал зэков до самого пищеблока, чувствуя, как хрустят под его ударами позвонки и черепа, трещат порванные заостренным концом лома одежда и плоть. Нашего внутренне надломленного героя отправляют работать в Якутию, восстанавливать храм в отдаленной деревушке, и его приходят проводить два старых друга полицейских, которые как бы между делом, ему говорят, что из тюрьмы сбежал некто Чичеров, также известный как Чичер. Запомните это имя. Позже мы выясним, что отец Василий когда-то остановил Чичерова броском гранаты РГ-42. Человек, который после взрыва гранаты всего лишь попал в тюрьму, да еще и смог оттуда сбежать, это потенциально очень клевый злодей. К сожалению, примерно здесь запал писателя кончается, потому что дальше нужно проявлять труд и усидчивость. И я знаю, что это такое, потому что у меня в заметках телефона очень много таких романов. И у писателя это явно не получается, потому что там дальше идут какие-то не очень нужные наблюдения. Например, мимо купе по коридору прошла проводница. Что-то щелкнуло, мягко открылось и закрылась дверь, отделяющая коридор от предбанника. Туалеты открыли, догадался священник. Дальше батюшка по очереди совершает три подвига. Он спасает людей из горящего вагона, успокаивает хабалку в коридоре, это подробно описано. И вот в чем третий подвиг. Уже в этой якутской деревушке отец Василий встречает молодого муниципального управляющего. Вот как это описывается. Отец Василий смотрел на молодого управляющего с некоторой улыбкой. Хороший парень, молодец. Но должен же у него быть какой-то недостаток. Прокопенко был убежденным атеистом. Чтобы исправить этот ужас, отец Василий рассказывает Прокопенко альтернативную историю Куликовской битвы. Не спрашивайте. Сорвались с неба, как написано в летописи, огненные всадники на красных конях и в красных шеломах. Они обрушились на татар, разя их огнем и копытами. Вот вам иллюстрация того, что может молитва, обращенная к Богу. Даже не знаю, что сказать на это. Медленно проговорил потрясенный Прокопенко. Забудьте все, что вы знали о реалистичных диалогах. Дальше все еще менее динамично. Отец Василий восстанавливает храм. Причем волонтерами к нему нанимаются явные зэки. Но отец Василий это предпочитает не замечать. Потому что иначе придется закончить роман. А это только 200-я страница. Еще примерно страниц 60 батюшка отбивается от ухаживаний местной разведенки, лечит от алкоголизма местного участкового и принимает пожертвования. Причем там такие важные сцены, которые никак нельзя выкинуть. Примерно такие. Батюшка, вам нужны пожертвования на храм? Да. А напишите мне благодарственное письмо? Да. И все. Наконец, к счастью, кто-то крадет пожертвования из сейфа и похищает сына участкового. Батюшка, участковый и местный охотник бегут в тайгу и находят его. Помните, я вас просил запомнить имя Чичер? Так вот, это не он. Это Корней, брат местного бизнесмена, и он украл деньги, потому что нужны были деньги. Чичер, которому в начале книги посвятили половину главы, так и не появится. Это как если бы в Гарри Поттере вначале сказали, что темный лорд вернулся, а в конце поиграли в квиддич, сдали экзамены и разъехались. То есть Михаил Серегин, а это он написал «Кулак и крест», тупо не умеет рассказывать истории. Он придумал довольно интересного героя с внутренним конфликтом, как служить богу и раздавать злодеям трындюлей, но что делать дальше он не знает и тупо набивает текст, как будто ему платят за тысячу знаков. И это странно, потому что в России как-то глупо заниматься писательством ради денег. Я читал интервью Алексея Сальникова, который написал офигенную книгу «Петровы в гриппе и вокруг него». Она собрала какие-то награды, продавалась в магазине «Республика». То есть это прям успех. И вот в интервью Сальников говорит, что теперь ему стало поспокойнее насчет выплат ипотеки. И это хорошая, успешная книга. Какой кайф быть писателем, чьи книги продаются рядом с носками и паленными наушниками, я вообще не понимаю. Чтобы это понять, я полез в интернет смотреть, какие книги он вообще написал. Про отца Василия еще есть такие книги, как «Святой выстрел» и «Контрольная молитва». А «Кулак и крест» это всего лишь седьмая книга в серии, то есть «Чичер» это злодей на будущее. Представляете, насколько это мощный злодей? В том же «Гарри Поттере» в седьмой книге Волан-де-Морта уже убили, а «Чичер» еще даже не появился. Кроме православной серии, Михаил Серегин написал еще такие книги, как «Правильный пахан» и «Закон блатного мира». То есть вы понимаете, что плавные переходы это не для Михаила. Дальше чуть полегче, из-под пера Михаила Серегина вышли такие романы, как «Путана, девушка без тормозов», «Путана, восход черного солнца» и «Беги, Путана, беги». Сто пудов же это отсылка к романам Джона Абдайка «Беги, кролик, беги» и остальная трилогия про кролика. Особо это для меня ничего не прояснило, поэтому я решил прочитать биографию Михаила Серегина, благо она короткая. И вот тут я понял, как можно одновременно писать книги про воров, путан и священнослужителей. Михаил родился на Урале, работал водителем-дальнобойщиком. Вот в чем секрет. То, что для нас выглядит как 15 книг из трех разных серий, на самом деле просто одна рабочая неделя дальнобойщика. Дальше идет еще более информативная часть. Михаил не понаслышке знает суровые законы тюремной и лагерной жизни. Это когда пишешь биографию писателя, но не хочешь указывать, что он сидел. Не понаслышке знает законы лагерной жизни. Можно еще сказать, ему не нужно объяснять, что такое открытая форма туберкулеза. Или, возможно, вы слышали его истории вживую возле Курского вокзала. Даже не знаю, какой вывод тут сделать. Если в магазине вам встретятся «Кулак и крест» или любая другая книга Михаила Серегина, не пожалейте денег и купите Алексея Сальникова. И верьте в себя, если Михаил Серегин сумел стать писателем, значит вы точно можете что угодно. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пусть вас хранит Бог.